Читаю, конечно, сегодня комментарии и охреневая, мягко говоря. Ребята, это в какой момент я успела достать мразью и последним человеком, которому желают смерти, присылают свечки за упокой. А все потому, на секунду вдумайтесь, что мы вчера позволили себе улыбаться после похорон на встрече на фото. Вы мне пишите о лицемерии, но вот у меня в голове не укладывается, как можно незнакомому человеку желать смерти. Чтобы меня ждала такая же участь, чтобы я сдохну, чтобы у меня были, чтобы меня никто не похоронил, чтобы я умерла как собака. Желать вообще отвратительных вещей, это моим родным, по здоровью, по смертям. Это жесть, ребят. Если вы мне говорите о лицемерии и о гнилости, тогда как назвать вот такую категорию подписчиков? Причем я уверена, что всем абсолютно все равно. Реально уверена, всем все равно. Налиберж, я про тех людей, которые это пишут, на похороны, на всех участников Дума-2. Это просто какая-то черная злоба, которая сидит внутри человека. Если я лицемерный человек и гнилой, но мне при этом желают смерти за улыбку, вы меня, конечно, извините. Может быть, я живу в не том мире, но мне кажется, дно давно пробито. Кого не устраивает, ради бога отпишитесь. Кого так это раздражает, тригерит ради бога. Я пережила много смертей. Я похоронила собственного папу. Я похоронила бабушку. Я похоронила лучшего друга. Я имею представление, что такое оскорбить на похоронах. И если я себе позволила улыбнуться после этих покорон, посидеть в кафе, немножко выдохнуть и предпочитать не рыдать, а подбадривать всех улыбкой, я имею на это право. Я имею любое право проживать свои эмоции, как считаю нужны. А кто такой шибко умный, моралист, рассказывает, как нужно переживать, страдать, скорбить и так далее? Если я не оправдала ваших надежд, идите лесом. Меня, правда, это очень мало волнует. Извинительных сообщений не будет, извинительного баллона не будет. Кого не устраивает, отпишитесь, и будет вам счастье. Но желать смерти другому человеку за улыбку, вы меня, конечно, простите, но это дно. Правда дно. Я могу как угодно переживать. Может быть, я была на эмоциях, может быть, я за улыбкой скрываю свою боль. У человека может быть истерический смех. Да как угодно, ребят. Если вы считаете, что я правда отвратительный друг, ваше право только смерти желать, вы не имеете морального права. Осуждать человека, вы не имеете морального права. А судьи кто хочет спросить? И последнее, наверное, что я вам скажу, ребят, вы тут включите о кощунстве, о том, что я сказала такую фразу, что Любеж нас собрала при таких грустных обстоятельствах. Да, ребят, мы не могли собраться с некоторыми ребятами, по 9, по 10 лет не виделись. И Любеж была очень светлой человек, которая любила вечеринки, которая любила друзей, которая любила улыбаться. Она была очень жизнерадостным человеком. И несмотря на такое событие, для меня это светлая грусть, потому что я запомню ее патриоткой, обожающей ромашки, обожающей Россию, у которой очень заразительный смех и потрясающий голос. Если вы считаете, что мы хреновые друзья, что вот так вот, не дай бог, на похоронах кто-то бы не рыдал и не бился в конкурсе, я была бы рада, если бы меня провожали с улыбкой на лице и вспоминая обо мне только хорошее.